Отходим от этого. Вот и приступаем к нашей тематике. Ну что, сначала хотелось бы, как всегда, вопросы. Только не про Отцов Церкви. Потому что они близко к нам. К нашей практике. Хотелось, конечно, про Отцов, но если нет, то ладно. Такая передача была. Кто хочет стать миллионером. И были там такие несгораемые суммы, для которых доходишь. И если даже ты дальше по игре не проходишь, то эта несгораемая сумма все равно она твоя. Так. Так вот, если в практике такие несгораемые суммы, то есть если дойти до какого-то состояния, уровня, не знаю, и перестать практиковать, возможно ли сохранить что-то, какие-то результаты практики, остановив ее, прекратив? Можно ли обухой релаксации обмануть полиграф хиллера, да? Ну, не знаем даже, что сказать немножко всего-то абстрактно. В результате, что такое, ну, как бы, само молчание ума или, скажем, метальная релаксация, да? Ну, существует в коре мозга, да, всегда некие доминанты, то есть очаги возбуждения. Ну, например, вчера там вы с начальством пообщались, и он вас так достал, значит, да, что вы это и ночь помните, и день помните. То есть там, значит, если смотреть на томографию, значит, там такая зона, где вот ярко светится такое пятно возбуждения, да, нервная доминанта. Вот, а практика йоги, она и доминанты все стирает. Просто, да, и это, да, ровное мерцание коры, без всяких этих, да, то есть, или, скажем так, вот, когда Артем проверяет своему парадикам, да, преобладание альфа-ритма. Ну, собственно говоря, да, вот, поэтому, чего можно этим достичь, я не знаю, в прикладном варианте, действительно, может быть, можно обмануть полиграф. Вот, а уж как, ну, успокоиться можно, это точно, причем, самое интересное, что, вот мне писали ребята, допустим, да, из Канады, наши писали, черные откуда пишут, даже из тюрьмы пишут, вот. Значит, так вот, там какие-то ребята из военного училища, не знаю, не помню, а кого, говорят, вот, сдаем экзамены, и вот мандраж. А когда уже ты позаймался года полтора, с утра практика, три часа, мандража нет, идешь, даешь экзамены, без всякой суеты внутри, да, состояние меняется. Вот, и насколько можно изменить, в каких прикладных целях, ну, я не знаю. Думаю, можно, ну, как бы, широкий фронт, гипотез представить, где это может быть полезно. В экстремальных ситуациях? Ну, да. Ну, в другой стране все зависит от типа нервной системы, да, значит, от предыдущего опыта, от возраста, от состояния физического. Столько переменных, что можно предположить, что угодно. Как-то так. Вот, спасибо. Теперь хотел бы послушать вас, да, как у вас там практика идет, как что, потому что это может быть интересно всем. Ну, я занимаюсь, как, в принципе, крайне разговариваю, через день. Вот, практика в асанах, ну, расслабляюсь, скажем так, не всегда. А вот между основными, в эти вот периоды расслабления, получается намного лучше. А как общее состояние? Общее состояние, ну, в принципе, нормальное. Ну, есть там какие-то, может, перепады определенные, но в целом более-менее. Ну, просто то дело в том, что вот наш коллега, да, у него очень такое мощное здоровье, физика очень хорошая. Человек пользовался этим ресурсом неограниченно. Это правда, это правда, да. Да, пока, так сказать, не прозвучал звонок. А звонки бывают разные типа. Бывает, ну, как бы, некий медиафизический намек, там, да, значит. А бывает так, что, ну, вот, просто находится слабое звено, вот, и начинает трещать. Это очень неприятно, поскольку я вот с такими людьми общался, с людьми вот такого уровня здоровья, чисто физики, да, значит, такие, ну, вот, соматические люди, да. Ну, обычно это все держит очень хорошо, но если уже ломается, то это очень неприятно. И человек никогда этого не испытывал, это его пугает, это его напрягает, потому что, ну, как ты жил, как хотел делать, что хотел там, да, как гурджиев в свое время. Ну, там, в Баку, они ткали ковры, он мог неделю не спать там, да, вообще, как машина работает и так далее. Но потом только раз, и все оборвывать. Вот, ну, когда-то вовремя замечено, то, конечно, ну. Ну, все правильно говорить, на самом деле, так оно и есть. Сидимо, позволяло много чего делать и делать максимально, как я, в принципе, говорил. То есть, там, усиляет турники и гантели, ну, и так далее, без разницы. Вот, а действительно, стал такой момент, ну, буквально недавно, там, не знаю. Но он остался сразу, или вы чувствовали намеки некие? Намеки были, но я не обращал внимания, да? Да, не обращал внимания вообще, я, как бы, ну, как занимался, так и занимался. То есть, там, даже бегал, да, какое-то время, там, конечно, там, ходил. То есть, у меня физика, ну, я не мог поверить, понимаете? О, вот, два варианта, когда вот приходят, а то и такие, как вы, да? Когда говоришь, ну, как вообще, да? Первый вариант, не хочется верить. Как вот, я всегда пол-такое тут, да, это первое. Второе, значит, не мог поверить, что может случиться со мной. Ну, там, все, кто-то болеет, а я-то, я-то нет. Вот, да? Да, и потом третье, думаю, что, ну, куда не хочется верить, то я продолжаю соответствовать своим представлениям о себе. И так же гружусь, да? И только потом, когда уже раз облом, два облом, три, когда уже, ну, тогда уже... Так и есть. Никуда не денешься. Так и есть. Ну, вот, ничего. Я думаю, что вовремя подхватили. Ресурс, конечно, не ясен. Ну, вот, ну, в течение, допустим, полугода, думаю, будет ясно, как и что. Спасибо вам. Вот, теперь, теперь, теперь передайте микрофончик сюда. Послушаем мы ваша практика. Как, что у вас идет? Да, всем доброе утро. Ну, я стараюсь заниматься каждый день практически. В какие-то дни получается делать асаны, в какие-то только нидру. А что не получается в практике? Как вы считаете? Расслабляться. Расслабляться физически или ментально? Ментально. Но практически каждый раз в нидре у меня не получается, ну, пунктирное сознание, да? Но, там, чем дольше я занимаюсь, тем чаще происходит ментальная релаксация. Ну, занимайтесь с удовольствием или с отвращением? Скорее, с удовольствием. И, скорее, чем больше я занимаюсь, тем больше тело просит занятий. Хорошо, спасибо. Теперь передаем сюда. Сейчас, может, в одном Артемчике скажет. Мы долго не виделись. А, может, какие-то, значит, ну, какие-то соображения, какие-то вопросы, какие-то результаты. Да нет, Виктор Сергеевич, мало чем есть похвастаться. Регулярно страдает из-за командировки. Страдает от интенсивности работы? Ну, командировки, да, там, не получается. Ну, вот я вам такой приведу пример забавный. У меня был такой человек один, звали Александр. Вот, он был топ-менеджер. Там была какая-то битбинтан, там была фирма крупная когда-то, это было лет, наверное, 8 назад. Вот, и у него был синдром Жильбера, в общем, плохо ему жилось. 33 года уже никакой был. Когда с этим, а врачи говорят, это вообще не лечится, это наследственно. Секлянная печень там уже, желтое лицо, белорубин там 150, и, в общем, короче. Ну, вот, когда он пришел в себя полностью, где-то ушло, наверное, года два с половиной, да, и, в общем, как бы, стало нормально жить. Вот, ему предложили какую-то работу, там это реагировали, это фирму, что-то с ней там делали. И провели работу, говорит, вот, парень, тебе нужно будет ездить, значит, вот по стране, значит, там, да, устанавливать коммуникацию, разворачивать там компьютерные какие-то эти дела, сеть делай. Вот, и ты за год заработаешь миллион долларов минимально, без премии всяких. Но дома ты не будешь вообще. И это будет, в общем, ну, как бы, да, понятно. Он подумал, подумал, отказался. Потому что тот состояние уже проходил. Вот, и мы им очень хорошо платили, вот, он построили там дом, поселок, замкадом вообще там немыслимый, да? Вот, но он это проходил, он сказал, не, миллион долларов по конику не нужен. Вот, да, и вот я к чему-то говорю, потому что, конечно, бывают предложения, от которых невозможно отказаться. Но потом, может быть, стоит подумать. У товарища другие, наверное, ставки были, нет, здесь попроще. Но у меня есть зато возможное наблюдение. Вот, коллега вопрос поднял, что остается после йоги. Вот. Мне кажется, постановка вопроса сама по себе грустная, потому что, если рассматривать йогу как что-то такое проектное, временное, ну, наверное, мало что останется, да? И до тех пор, пока такое рассмотрение происходит, ну, человек, наверное, пытается заниматься йогой, не занимается. Ну, на мой взгляд. Вот, когда начинаешь относиться к тому, что, блин, ну, зубы не почистил, практику не сделал, вот, тогда вот начинается, наверное, занятие. Но, тем не менее, даже на самых начальных этапах, когда пытаешься, я там себя вспоминаю, ну, и сейчас, я недалеко ушел, если честно. Есть очень практические вещи, например, самое простое, вот, это идешь спать. Я не знаю, как у кого, но, и как у меня было до начала практики, но сейчас ложишься на подушку, закрываешь глаза, я делаю, закрываю глаза, и вот, вроде, пытаюсь заснуть. Потом вспоминаю, да я же лицо не расслабил. Вот, и так вот раз, как бы, да, расслабляешь лицо, и, ну, становится гораздо, на мой взгляд, проще. То есть, вот, тогда начинаешь, как бы, быстро, гораздо быстрее засыпать, и быстрее, там, ко сну расслабляться. Это один момент из наблюдений. Второй момент из наблюдений за рулем. Ну, это я уже много раз рассказывал, да, мой любимый момент. Вот едешь, вот, кто-то там тебя, там, раз, там, два, и ты такой, ух ты. А потом, так, это же неправильная реакция. То есть, такая маленькая пауза, и даже, вот, там, рука на руле, там, да, немножко так, а ладно. Это тоже вот то, что остается после какого-то, наверное, периода. Даже если не практиковать, все равно ты уже знаешь подход, да, ты знаешь, как должно быть правильно, Да, с точки зрения реакции. Вот, это такие маленькие нюансы. Ну, их, наверное, достаточно много. Я помню, был самый, наверное, смешной нюанс. Это где-то был центрик, там магазин, черт меня занес. Я не люблю магазины, кроме книжных. И, в общем, народ кишит. И дурничку, это, когда дама там, типа, орет, там. А, Ваня, или что такое, и меня врезается пацан. Мне лет, наверное, 12. Он бежал, я не знаю, куда он у нас, жену, сон, крик, он меня врезался. Ну, просто натурально, значит. И я ничего не успел понять. Я как-то, по стопорам таким завертелся, да. И он меня зацепил, пролетел мимо. Я стал думать, как это сделал, да. Вот, какие-то такие вещи, да, вот, смешные. На многих каких-то вещах ты это чувствуешь. Но самое, наверное, главное, когда тебе надо что делать. И, скажем, долгоиграющее. Вот, и у тебя нет, ну, как сказать, вот какие-то, ну, не знаю, долгоиграющие вещи. Мне нужно что-то сделать, но это не быстро, это надолго. И вот человек, значит, говорит, я терпеливо делаю, д-д-д-д-д-д-д-д-д-д. Я делаю, но у меня нет нетерпения. У меня нет терпения. Нет нетерпения. Просто нет. Я это просто делаю. И мне комфортно. Сколько я буду делать? Год, два. Ну, там, с крымской поэзии возился, я знаю, 12 лет, да. И не возникает сопротивления, никогда там... То есть, вот, оно очень спокойно. делаешь из канона процессе вот концентрируйся через результат промежуточные да но я не знаю как обычные люди вот бывают к человек он взрывчин да или там не успокоен мы нужно куда-то идти вот далеко там да и вот значит там пейзаж там городом где-то в долине вдали значит и человек начинает местность пересеченная значит он значит все смотрят под ноги потом туда ну когда же дойду когда я дойду значит бах оступился там в яму 5 начинка лица туда ему разместить текущая да ему тактика нужна фон кельсона значит а тут просто идешь идешь и ерундачу не знаю там месяц два-три по ночи понял посмотрела на приблизилась нормально значит и вы и направление нормально это пошло еще полгода вас это еще ближе да тоже нормально и нет это не мне не взрывчивает вот такие например вот есть еще вещи который дает йога да что касаемо сна но тут я не знаю я вся при его трех минут засыпания всю жизнь наверно чем это связано мы даже не знаем с чем от подумать ну вот есть еще еще один смешной эффект из семейной жизни но в моем случае вот йога йогой но ссоры остаются да так или иначе вот ссоришься женой допустим что-то там обсуждаете не согласно чем-то и вот она такая не помогает тебе твоя йога как 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 да как был нервный так и остался иди 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 в практику вот ляг и в этот момент становится смешно обоим как будто и ссоры то есть вот так вот к особо йога тоже в любом случае помогает получается даже очень интересно если брать допустим семейную вот ситуацию то семья то вся система которая значит каждый компонент имеет удельный вес значит и когда один компонент системы трансфернулся сам себя трансфермен меняется то меняется вся система хочет она того или нет она все равно меняется вот центр силы и как там центр схода но не знаю как сказать ничего здесь некая значит такая локальная сеть да и вот значит здесь вот напряжение больше имеет выравнивается все но то время нужно потай потом но смешно это уже хорошо смешно и все все кого погасает значит помогает в итоге начальная фаза да вот она просто у людей бывают разные отношения вот у меня есть друг мой может но уже неплохо ну да вот бывает просто люди склонны к юмору вот и таких людей очень мало которые вот от природы и яиц ну в общем это повезло людям что они такого характера значит да просто кто-то мой вот у меня друг есть замечательный художник крикунов лев иванович я его знаю 78 года ему сейчас 86 лет сюда и вот ну это много вот начида и уже какие там издержки по здоровью он говорит но я еще 46 раз нормально отжимаюсь да вот но весь равно говорит утомляет а я что лево че утомляет но например утром встаешь вам сейчас дома прихожу у себя говорит я стою на кухню зубной щетка как дурак думаю что что тут делаю да смешно и стала да все что было не за мной помню вот отношения сама да а когда человек партийку тегу долго но стоит таким тоже отношение такое становится к жизни ну как бы всегда всегда позитивно сюда позитивно вот но я вспоминаю у меня был такой одесс давних пациентов такой юрий владимирович адвокат вот он вырос в подмосковье каком-то тут селе не знаю вот у меня было очень интересна практика у него вам был во первых финале хратко но такая гадость то есть наступает человек падает в резонталь ему же дели и валяется там кое-никакой вот значит но ему было 40 лет когда начал заниматься где-то завода за три это все вытеснили вот а потом очень интересная мне пошло то что называется сбросом причем очень интересных формах вот он допустим смотрелась со старшим сыном матрица вышел фильм матрица первый год вот его смотрел вы там кот эпизод говорит и вдруг мне становится плохо и выскаками вовращивать наизнанку и я вспоминаю я такой вот меркаю кадр что я значит где там значит в своей этой деревне где я вырос я значит там играю что-то там пески что-то строя какой-то и какой-то пьяный мужик меня схватил и бьет меня по голове да я не знаю что делать неплохо от этого вот эти эпизоды стали всплывать представляете да вот она очень интересно болевым синдромом он вообще здоровый физический парень был кроме аллергии артедия у электрички и вдруг как врежет бедро не вздохнуть ничего не встать еще делали проехал три остановки до отпустила потом прошла беспричинная боль да то есть эта форма запроса просто на редко вот значит у него было два сына да и поскольку у него была проблема много лет вот то в общем там напряженная была атмосфера в семье вот еще был очень интересный фокус ним когда у него все это прошло но любви пошла наступил депрессия как вы думаете почему пропала цель и не цель пропала надежда была одежда выстроить много лет рассказ способ нашел его умереть проблема кончилась и вера надежда кончил то есть она она жила во мне как бы автономно да и вот это уже был пережить депрессия это странно как-то да еще случай была такая юли персильева у нее была язва делась перстной кишки значит с лет с восьми по моему но это маразм так не бывает но учитывая что родители умные оставляли там девочка на две недели запертую квартире одну там с едой с водой и уезжали куда-то да и вот и она пришла такая желтая такая тощая такая двадцать пять нет 23 года я был то нельзя вот мы есть только это 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 и все потом значит где-то месяца через восемь на ресторана ли стало утром ничего не болит это первая такая засыпка и потом пошло 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 через два года у нее сняли третью группу инвалидности сказали как хорошо все эти воды прикидывали медицины вот у нее потом значит тоже наступил такой период все прекрасно ведь я все с утра поела чипсов и ничего какая счастливая а потом что-то пола задумчивость я вручу говорит так что-то меня страх на пол я речу говорит а вдруг вернется причина страха да смешного но такие вещи бывают как бы да а вот жена это вот юрий владимирович она она тоже вера такая маленькая женщина невысокая потом и честнее была разборка потому что какой-то момент времени появится цилин серебральный в общем обморок какие-то потери сознания непонятны вот и вроде бы и врачи нечем могут найти не вроде там может у нас тоже будет его доверен давать просто глубокая реакция никогда не помешает никому и вот потом все это кончилось вот тоже было через два но вроде бы не было причин да вот таким проявлением и медицина так и не поняла но там был один такой момент еще она выросла в семье алкоголика вот который прожил много лет и которой семью там много лет значит он там это всем склянок из них выбивал вот она была младшей дочерью и вот говорит когда папа очередной заполнен там рубит табуретки там стол рубит топором да все значит это самое смылись и попадать бушует тут вот и в бед значит она мама самая младшая . верочка у меня были было пять или шесть лет говорит он меня одну узнавал вот меня запускали вера ты иди к папе вот тебя узнает он затихнет его дарит я дух взят трясусь вся ледяная не помню себя значит да и так лет шесть представляете на авто вопрос откуда берутся эти проявления но травма причем непонятного и на заде там не сделать не и непонятно потеря сознание она боится всего до значит потом это все прошло но вот такие вот вещи то есть вот такие причины какие-то разрушка какие эффекта но это в общем но не все снимается йогой не все сожалению но это другая же тема кто-то хочет что добавить или спросить ну вот вопросом нет выступаем практике дома